Привет! Меня зовут Лена! На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший шоколадно-банановый тарт. В его составе нет яиц, молочных продуктов и глютена. Друзья, спасибо большое за ваши лайки, репосты и добрые комментарии! Они всегда вдохновляют меня на новые рецепты! Первым делом измельчим 70 грамм миндаля. Предварительно его нужно тщательно промыть и просушить в духовке. При желании можно обжарить, получится особенно вкусно. Измельчаем миндаль в мелкую крошку. И просеиваем через сито. Нам нужно получить 30 грамм мелкой миндальной муки, а все остальное пригодится для миндальной прослойки. Добавляем 65 грамм кукурузной и 65 грамм соевой муки. В этом рецепте подойдут и другие зерновые виды муки. Одну треть чайной ложки разрыхлителя и одну треть чайной ложки соли. Размешиваем все сухие ингредиенты. В отдельной миске соединяем жидкие ингредиенты. 25 грамм кокосового масла, 40 грамм сиропа топинамбура и 90 грамм яблочного пюре. Я использую детское баночное пюре. Тщательно размешиваем. Добавляем сюда все сухие ингредиенты. И перемешиваем. Тут уже больше подойдет лопатка. Вот такая консистенция получается у теста. Оно густое, но еще может немного липнуть к рукам. Упаковываем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30-40 минут. За это время тесто стало заметно плотнее и уже точно не липнет к рукам. Смотрите, такое тесто довольно ломкое, за счет того, что в нем нет глютеновых видов муки. Но здесь нам это никак не помешает, так как его не нужно раскатывать. Кстати, раскатать такое тесто тоже можно. Я показывала этот способ в видео про три пирога. А здесь мы просто распределим тесто по дну и бортиком формы, ровным слоем. В качестве формы у меня кольцо диаметром 16 см. Стоит на антипригарном коврике. В этом рецепте можно использовать и силиконовую форму. Формируем бортики примерно 4 см высотой. Распределяем руками. Потом удобно выровнять лопаткой. Особенно хорошо силиконовая лопатка помогает выровнять поверхность бортиков, чтобы наш тарт получился аккуратным. Накалываем основу вилкой, чтобы она не вздулась и не потрескалась. И отправляем в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 25 минут. За это время приготовим миндальный слой. Для этого нам понадобится 90 грамм изюма и фиников, в любой пропорции. Сухофрукты предварительно промыты, замачиваем их в кипятке на 10 минут. Финики очищаем от косточек и перекладываем в блендер вместе с изюмом. Измельчаем сухофрукты в пюре. Вот такая масса получается. Небольшое количество сухофруктов блендер обычно не очень хорошо измельчает, получилось не совсем однородно, но это не проблема. Перекладываем массу к измельченному миндалю, напомню его тут у нас 40 грамм. И перемешиваем. На самом деле миндальный слой можно сделать просто из миндальной пасты. Или вместо сухофруктов добавить к миндалю сироп, его понадобится чуть меньше по весу. Получается вот такая густая тягучая масса. Основа готова! Выпекаем ее до вот такого легкого румянца. Она очень легко отходит от коврика. А вот из формы я ее пока не вынимаю. Сначала выкладываю густую миндальную массу. Пока основа тарта находится в форме, можно спокойно разравнивать даже такую густую массу, не боясь повредить или сломать бортики. Распределяем ровным слоем. И теперь вынимаем тарт из формы с помощью ножа. Все готово! Приготовим начинку. Для этого нам понадобится 170 грамм бананов и 25 грамм сока лимона. Измельчаем блендером в пюре. Эту массу отправляем в ковшик и добавляем 1 грамм агара-гара. Перемешиваем. Доводим массу до уверенного кипения и загустения. Вот такое получается пюре в горячем виде. Не остужаем его, а сразу добавляем еще 50 грамм мелко нарезанного банана, политого 10 граммами сока лимона. Соединяем. Вот такая получается мега-банановая начинка. Не дожидаясь полного остывания, теплую массу выкладываем в тарт. Агар-агар застынет при достижении 40 градусов Цельсия. За это время придаем начинке ровную форму с помощью лопатки. Здесь количество желирующего агента минимально, за счет чего начинка получается очень мягкой, едва-едва схватившейся. Благодаря этому, а также тому, что есть кусочки свежего банана, вкус и текстура банана чувствуется особенно хорошо. Кстати, если вы хотите сделать тарт быстрее и не планируете его долго хранить, то вместо этой начинки можно просто выложить нарезанный кругами банан. Начинка выровнена. Займемся глазурью. Для этого нам понадобится 45 грамм любого молока, можно взять кокосовое, овсяное, рисовое, на ваш вкус. Если вы хотите глазурь послаще, замените часть молока сиропом. Молоко теплое, примерно 50-60 градусов Цельсия. Добавляем 45 грамм темного шоколада без сахара, у меня это 72% шоколад. Если у вас, например, 85% шоколад, то наиболее удачная пропорция будет 40 грамм шоколада к 50 граммам молока. Нам нужно добиться однородности. Если вы чувствуете, что смесь уже остыла, но шоколад не промешался, то прогрейте ее немного на водяной бане или импульсами в микроволновке. Размешиваем до полной однородности. Вот такая получается глазурь. Выливаем ее на тарт ровным слоем. Следите, чтобы нигде не вылилось за бортики. Немного распределяем лопаткой и отправляем в холодильник застывать. Обычно достаточно 2-3 часов. Вот такой аккуратный тарт получается. Простой, лаконичный декор. Глазурь при застывании не становится твердой, она остается мягкой, но уже не течет. Давайте его разрежем. Вся начинка мягкая, а песочная основа твердая и хрустящая. Это чувствуется при разрезании. Снизу на песочной основе лежит миндальный слой. Он очень вкусный и по текстуре такой тягучий, как мягкая ириска. Дальше нежный и сладкий банановый слой и активный насыщенно-шоколадный слой. Это изящное сочетание вкусов и текстур делает тарт потрясающим. Еще много вкусных веганских рецептов вы можете найти в моем плейлисте веганские десерты. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!